Девушки отдыхают... Господи, за кем же ты бежал? Лапу поди отбил. Здесь нельзя лежать. Поезд пойдет. Задавят. Вставай, вставай. Вставай, мой хороший. Вот так. Пойдем. Пойдем. Идем туда. Хозяин, видать, бросил. Что и говорить. У каждого свое горе. Только в каждом горе кто-нибудь повинен. Вот ко всему виной. Мойлон как трезвый, так ко мне и к детям ласковый. А как нальется, драться лезет. Сводка и беда. Почитай всю мужицкую работу, которая ответственности требует, бабы теперь справляют. И на ремонте, и на блокпостах, и диспетчерами. Алисия! 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 Эй ты, верхолаз! Ледь Белый меня с рельс сошел. Ладно тебе. Уходишь. Молчи! Алисия! Вот придешь домой, я тебе накандыряю. Позови супругу. Попробуй, кандырянщик. Она на работе. Я хочу ее убить. У меня закончилось. Нельзя. Да ладно. Да ладно. Ну что тут шумит. Стой, пожалуйста. Куда я не пойду? Стой, сказала. Куда? Ты чего это не отзываешь? А-а-а! Ну давай, вали отсюда. Смешно. Вы, человечку, меня в служебное помещение держите. Я тебя забыли спросить. Поведи! Я приеду. Вот тогда будет. Давай. Гуляй отсюда. Алисия! Придешь домой! Ты меня отвезешь! Как он на него бросился-то? Ладно, ладно. Мы еще с тобой встретимся. Ай! Ты, Аниси, не убивайся. Мы тебя в обиду не дадим. Ему вон еще хуже. Человек хоть другим пожалится может. А собака все в себе таит. Может, не на совсем ушел хозяин-то? Может, вернется? Ты куда? Гляди. А чего это он? Отлежался. Домой просится. Вот они еще проводим. Московский пройдет и тебя отпущу. Домой! Домой! Ступай! По путям не ходи! Большое спасибо! Ладно, спасибо. А, спасибо. По путям не ходи. Так, с вещичками приехала. Бабушка, тетя Даша приехала. Ой, Даша, а у нас беда. Бим пропал. Вторую ночь ночевать не приходит. Значит, нет его, не вернулся. Приедешь, навестишь Ивана Ивановича, скажешь, все мы в порядке. Вот только фотографии нет, послать нечего. Люсенька, тебе спать пора уже поздно. Нет, лучше вы напишите весьма, что все в порядке. Ну зачем же? Ведь завтра тебе так и так в Москву ехать. Ну, Даша, ну зачем же писать? Не смогу я соврать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот и хорошо Хорошо Давай его туда Вот здесь вот ее кладу Вот так Ну поехали Сейчас Ты прости, друг, некогда нам Прощай! Прощай! Не поминай лень Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аааа Параме Пришел, Степанna. Ну что я говорила? Пришел. Ну слава богу Аааа! Да где же тебя так-то!? Вот здесь и переночуешь, а завтра мы уже все обсудим. Хорошо. Дайте мне, пожалуйста, письмо. Оно у меня здесь. Это мне. Давайте. Сейчас я разберусь. А этот ему. Это тебе. Иван Иванович написал, дайте Биму этот чистый листок, и он прочтет, что я жив и помню о нем. Ты смотри-ка, чует. А-а-а. А-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А может, человек еще живой, а она уже с чемоданом пьется Сегодня ночевала, без прописки Давайте ему побольше пить Гулять выводите только на поводке Но если с ногой станет хуже Отведите к ветеринару Все сделаем Ты только Иван Ивановичу успокой Все, мол, в порядке Люся, тебе в школу пора Тетя Даша, передайте это Иван Ивановичу А то фотографий нет, а он просил Спасибо, Люся Беги, я передам И тебе, Даша, пора Опоздаешь Ну что? Что я вам говорила? Здравствуй, Павел Чич Здравствуй Это кто же вам разрешил Вламываться в чужую квартиру И ночевать без прописки? А я за ней давно слежу Она сначала примерялась А теперь вот с вещичками притащилась Во-первых, я не вламывалась А вошла через дверь Которую открыли мне соседи Ясное дело Ты что несешь, Павел Чич? Во-вторых Эта собака находится на их попечении Вы сами видите, что состояние ее очень плохое Ее кто-то сильно избил Ей изувечили лапу За это придется отвечать Я знаю, что вы не виноваты У меня нет времени Я тороплюсь на московский поезд Но я надеюсь, что все мои пожелания будут выполнены А о дальнейшем я вам буду писать Все будет выполнено, товарищ инспектор Я тебя все равно найду Ты от меня не скроешься Откнили болотные, а? Ну скажи До свидания, Бим До свидания Пожалуйста Я на вас надеюсь, Павел Чич Все будет в порядке В следующий раз предупреждая, ежели из Москвы Слушай Кобеля от этого Беречь надо Раз нам дали поручение Привяжи на цепь Обязательно Да разве можно такую умную собаку на цепь? Так он же обозлеет Ну обозлеет Зато жив будет Вы должны уметь наблюдать окружающий вас мир И если вы будете внимательны То вы увидите Сколько в этом мире прекрасного Умного Доброго И интересного И тогда Вы вырастите людьми неравнодушными Людьми Которые помогут тому Чтобы жизнь Стала еще лучше Прекрасней Да, Коля? Мария Петровна А что такое равнодушие? Равнодушие? Ну вот, например Я рассказываю вам А кое-кто Шепчется Шепчется Вот это и будет равнодушие Мария Петровна Это все Люська виновата Мы все очень переживаем Не Люська А Люся Ну и что же вы переживаете? Она даже нарисовала Люсенька, объясни Что это? У нас собака рядом живет Она была веселая А теперь грустная Грустная Хозяина увезли У него осколок вот тут Я понял, Мария Петровна Понял Вот Люська у нас Неравнодушная Правда? Правда, Коля Правда Очень интересно Зря вы волновались Я думаю даже Что мы дадим Методические указания Другие школы Провести уроки На тему о любви к животным Иван Иванович Войдите К вам пришли Ко мне? Здравствуйте, Иван Иванович Здравствуйте Я к вам от Бима От Бима? Почему вы не сделали снимок? Почему не взяли больного в перевязочную? Почему наконец не доложили мне? Потеряете чувство ответственности за больного Ну вот что Если это еще раз повторится Все в порядке Ну что тебе? Что в порядке? Так и сказали Так и сказала Здравствуйте Здравствуйте Мы, оказывается, даже смеяться умеем Да нет Альспиратор У меня, говорит, никого нет Кроме Бима Да нет, тут такая история Понимаете? Нет, ну тихо, тихо Успокойтесь А это что такое? И вот из-за этого урода Мы так волновались Ну? Он вовсе не урод А вы что, лично с ним знакомы? Да Ну тогда я сдаюсь Будем готовиться к операции Сейчас, когда все человечество Озабочено сохранением окружающей нас среды Очень важно воспитывать в себе чувство жалости К животным и растениям Вовремя приходить им на помощь Но, конечно, это надо делать разумно и осторожно Вот вы, например, можете пожалеть бездомную собаку? Можно, не помню А она бешеная И к ней надо относиться с осторожностью Или, например Подумайте, дети Вы только подумайте В школе номер 21 Одна девочка Рассказала, что какой-то жестокий человек Оторвал у бездомной собаки ногу И несчастная собака С черным ухом Навеки осталась калекой Это недостойно советского человека Какой школе рассказали? 21 На первом классе А теперь, дети, напишем сочинение На тему Я люблю животных Маленькое и теплое Раздайте, пожалуйста, листочки И планчики-вопросники Вопросы будут такого порядка Как зовут твою собаку? Белая она, черная или какая? Кусается она или нет? Если кусает, то кого? Анна Павловна, а как зовут собаку с черным ухом? Бим Бим, отпустите меня, Анна Павловна Я пойду искать Бима Пожалуйста Сядь Ты мешаешь другим работать Любят ли ее твои папа и мама? За что ты любишь собаку? Почему корова доит, а лоси не доит? Надо ли любить животных? Анна Павловна, ну отпустите Не отвлекайся Думай и пиши сочинения Я с урока сбежала прямо к вам в школу А тут мне мальчишки помогли тебя найти А кто тебе сказал, что у Бима Лапа оторвана? Да учительница, а я ей сразу не поверила Она все по тетрадке говорила Ну вот мы и пришли Узнал он тебя, узнал Вот что с ним сделали Как же так? Избил кто-то Он уже есть перестал И не пьет совсем Погодите, погодите А где же табличка? Была же Была, Толик, была Кто-то снял, видно, вместе с ошейником Я уж ему новый купила Тебе чего, мальчик? Зачем мы сняли табличку с Бима? Ты что, очумел? Вы же его увели с табличкой Я отпустил с табличкой Он же меня укусил Вы, дяденька, врете Бим ласковый пес А вы его избили Сделали инвалидом Я? Я вру, щенок Где твои родители? Говори К моим родителям вы не пойдете Потому что вы обманываете меня, дяденька А это стыдно Да это он состаржен так С заслуженным Да что же за поколение-то воспитали? Да я тебя Да ничего вы мне не сделаете Потому что вы трус и лжец Но я еще с тобой встречусь Ты у меня еще ответишь Эх вы Ты что Словно опять тебя кто укусил Ох и допрыгаешься ты со своей коллекцией Встретил того собляка У которого собаку улел Вот пойдет он в милицию Заявит Они придут Увидят все вот это И заберут Не заберут Не то время Чтоб честных граждан забирать Да я не о том Лучший вид обороны нападения Заявление надо писать Газету и ветеринару Ты где это пропадал? А? Ты забыла что у тебя музыка сегодня? Я не хочу Не хочу заниматься музыкой Но это мы будем решать Чем ты будешь заниматься Чем нет Мы тебе не позволим вырасти Бесчувственным тунеядцем Бежала собака Виспородный сеттер С черным ухом Вырвала из соответствующего места Моего организма Кусок мяса Совершенно верно Бежала как бешеная Требую Либо ее изловить и уничтожить Либо я буду жаловаться Выше на ваш бюрократизм И бездувший ее в деятельности Куда она вас укусила Где, когда, при каких обстоятельствах Вот сюда Улыбаетесь Вы меры принимайте А не насмешки строите Вы не горячитесь Я ведь собак лечу У нас с ними другие отношения Другие отношения Вы не помните, у нее Номерок в ношейнике был? Не было Вы не ошибаетесь? Не было Ничего не было Ясно Постаровской Это из ветлечебницы У меня тут Укушенной бешеной собакой Что-что? Какое животное? Это не животное Это гомо сапиенс Что еще за гомо сапис? У меня фамилия есть Не волнуйтесь Не волнуйтесь Хорошо, ждем Все в порядке Сейчас приедут И что же на вас государство Деньги тратит? Совершенно верно У нас ветеринарная помощь Бесплатная Бесплатная Вот куда наши денежки-то идут Зарезать его И в суп И вообще передавить всех Чтобы не болели Вас, между прочим, тоже бесплатно лечат Сравнили А я и сравниваю Где укушенный? Вот Куда? Туда Ага, ясно Снимайте брюки Да вы что? Да снимайте жену Давайте, давайте, давайте Это что вам, шутки, что ли? Сколько времени прошло? Мне десять Через четыре дня взбесится Одевайтесь А сколько времени не купались? С прошлой субботы Перед укушением Боялся засорить Место-то серьезное Да, место у вас действительно очень серьезное На пункт немедленно Уколы против бешенства в живот В течение шести месяцев Да вы что, очертенели? Ничего не очертенели Не подчинитесь, силой будем действовать Через милицию Дома вас возьмут, если вы такой темный человек Кто? Я темный человек? Да вы знаете, где я в свое время работал? Ладно, меня это не касается Вы что? Вы что тут устраиваете? Сговорились? На пункт На пункт Стоять 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 тебе, говорю Тихо Николай Егорович Вторые сутки ведь ничего не ест Ты сегодня опять поздно пришел, Толик Я же на музыку не опоздал Слышь? Он мне одолжение делает Болтаюсь и по улице со всякими хулиганами Ты бы действительно поменьше по улице гонял А ну, бешеная собака появилась А ну-ка, покажи Ну, дожили Знающих место пребывания собаки беспородного сетера с черным ухом А также укушенных ею Просим сообщить по адресу Граждане, будьте осторожны, не молчите Что с тобой, Толик? Ты что испугался? Поймают ее Непременно поймают Папа, правда? Ну, конечно, поймают Субтитры создавал DimaTorzok Тебе чего? Не врача У нас выходной Никого нет А вы? Я фельдшер А больных наших оставлять нельзя Они немые Денька Ну? А у вас адрес есть? Кой тебе адрес? Домашний адрес вашего врача Зачем тебе? Денька, мне очень-очень нужно От этого зависит жизнь Жизнь? Вы, я гляжу, тоже по этому делу А как же Общественность должна помогать Я эту собаку знаю И где ее прячут, знаю И хозяев знаете? Хозяев у нее нет Был Бесхозная Я так и думал Она что же вас укусила? А как же Я ей заявление принесла Правильно, что сознательность проявляете Здравствуйте Здрасте Вот тут по тому же делу Что, тоже укушенная? А как же Она знает, где эту собаку Можно изловить Пройдите, пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Граждане Здравствуйте Николай Егорович Николай Егорович Я кому отбила убима От кого? Отбила убима Ну как же вы меня Сознательной общественницей И шприцом в живот Я ведь для пользы дело Я ведь в интересах государства А вы в живот Да вы лучше скорее собаку изловите Успокойтесь, гражданочка Меры уже приняты За собакой поехали А вас мы не отпустим Пока не сделаем укол Вот попейте водички Успокойтесь Не хочу я воды Меня с вашей воды тошнит Вот видите Вас тошнит от воды А это первый симптом Ложитесь Я тебе выпишу рецепты Потом расскажу Как собачку лететь будешь Всем выйти кроме хозяина Собаку забирать будем Не будете забирать собаку То есть как это не будем Вы что газет не читаете, гражданин? Да вы так не будете Я ветеринарный врач Пожалуйста Никакая она не бешеная Просто изуродованная Избитая людьми добрыми Можете в этом сами убедиться Да вы пистолет-то спрячете А ты правда не бешеный А очень даже симпатичный пес А нас понимаете По рации вызвали Квартира 19 ведь? Ну вот видите Неувязочка какая-то Решите идти, товарищ ветврач? Пожалуйста, пожалуйста Извините Ну что ж Извините Ошибка получилась Пойдемте Ну слава богу Я догадку имею Кто вас вызвал Да что же такое? Господи Вот по этому рецепту закажешь Мась будешь мазать ему лапу А по этому мистуру А вот тебе деньги Спасибо, спасибо У меня есть Как тебя зовут, герой? Толик Хороший ты мужик Толик Ложный вызов Поехали Ты когда уймешься, а? Ой, не надо Не включай Слышь Я прям Не на радость На сына Все собачьи глупости Вылетели у него Из головы В школе записался Фотокружок Сегодня опять Что-то в ванной Проявлял По-моему Ничего не вышло у него Ну не все сразу Ты представляешь Сам начал заниматься музыкой Да так что не оторвешь Вот что значит Вовремя принять меры Тихо Тихо Песят, Люся Обними его Вот сейчас хорошо Снимай Ну куда теперь пойдем? Вот это правильно Что на цепочке Значит вы ребята Так сказать Шефство над собакой взяли Это хорошо Но только не в ущерб учебе Тебя-то я знаю А ты? Да я не отсюда Я просто их друг Он наш друг А это не та Собака бешеная О которой в газете писали Не та, не та Проходите, гражданин Ну, гуляйте Мальчик Несколько раз пропустил школу Убегает с последних уроков Стал рассеянный А началось все сочинение За которое я ему поставил двойку Вполне заслуженно Полюбуйтесь Ее зовут Бим Она белая с черным ухом Так играла с нами О господи Мама и папа Ее не могут любить Мама говорит Что от цветов в доме Одна грязь Это точно А я люблю Сам не знаю Просто так Черт что Мышей боюсь Корову доят Чтобы было молоко В магазинах И чтобы выполнялся план Ну что это Прям дефективный какой-то А лося не доют Потому что в магазинах Не бывает лосиного молока А Бима я все равно найду Хоть вы, Анна Павловна Мне все равно Ну что это Это же из рук Вон Спасибо тебе, Толик Ну что бы мы без тебя делали Ты родителям передай привет И благодарность Они поди интересуются Куда ты ходишь Интересуются А мои папа и мама далеко Ты не расстраивайся, Люсь Не навсегда ведь Что делать раз надо Приедут Конечно приедут А Иван Иванович вернется? Обязательно вернется Люсь, я тебе завтра Чешские цветные карандаши принесу Правда? Если у меня все получится Мы сделаем альбом С фотографиями И твоими рисунками Бима Мой сын врет Мой сын прогульщик хватит Мне это надоело Никаких гуляний Все Но папа Я ничего не желаю слушать Ты потерял мое доверие Довольно И никаких собак Тем более бешеных Это неправда, папа Ты слышишь? Твой сын говорит Что в газете написано неправда Это неправда Никакая она не бешеная Я знаю Ну может быть ты покажешь мне Где она? Ну говори, говори Я вам больше ничего не скажу Организуйте круглосуточное дежурство И держите меня все время в курсе Я сейчас приду Хорошо Здравствуйте Здравствуйте А вам сегодня нельзя? Да я только узнать Узнать Ну вот видите Как теперь называют Эхо войны 16,35 грамма Так что можете сообщить Этому как Биму в черном ухо Спасибо вам, профессор Спасибо за все И от Бима спасибо Эй, стой! Куда торопишься, а? И как тоже ехать собрался, а? Постой, а ты мне вроде знакомый Не помнишь? Совася душа Что ж ты один-то, а? А ну-ка пойдем Пойдем, пойдем Сидеть 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, продай. Ты серьезно? Серьезно. Выйдем. И сюда. Сколько дашь? Ну, десять, да. А, связываться. Ну, а сколько же ты хочешь? Четвертак. Как? У меня и нет столько-то. Вот, пятнадцать могу. Ну, ладно, давай. Если бы не соседи, все письма пишут, жалуются. Ну, поехали, что ли? Зовут-то ее как? Черное ухо. А ведь не твоя собака. Да моя. Черное ухо точно. Отправляемся. Следующая остановка Прасолова. Худо, худо. Пойдем домой. Идем домой, домой, домой. Не рвись, не рвись. Ну, что теперь сделаешь? Продали тебе? Продали черное ухо. За деньги продали. Имя твое доброе продали. Ты ведь не черное ухо. Так собак не зовут. Я ведь сразу догадался, что ты не его. Что сделаешь? А вон и деревня наша. Будешь жить у меня. Ну, а за деньги ты не обижайся. Иной вон не то, что тебя, а честь совесть может продать. Ты собака, черное ухо. Ты этого не знаешь. Это хорошо. Да, погоди, погоди. А вот пущай-ка ты будешь черное ухо. Это по-собачьи. Черное ухо. Вот видишь, само собой вырвалось. Так тому и быть. Черное ухо. Вот сюда. Вот так. Вот мы и дома. Мамань, батя с гордой приехал. А вот и мы. О. Ну, смотри. Батя, а где ты такое взял-то? Расскажу, потом все расскажу. Алешка, ты там гури и загони. Сейчас. Ты где же ее подобрал-то? Ой, целая история. Бабушка, Толик, Толик пришел. Ой, Толик. Да где же ты пропадал-то, Толик? Обстоятельства разные. У меня совсем нет времени. Это для Ивана Ивановича фотографии. А это тебе, как обещал, карандаше. Ой, спасибо. Люся, пойдем к Биму. А то я очень соскучился. Люсь, ну пойдем. Нет, Бима, Толик. Нету. Как так? Третий день уж как пропал. Как же это случилось? Я виновата, Толик. Я выпустила его. Он так просился. Тебя нету. У меня ноги совсем не ходят. Люсенька в школе. Не плачь, бабушка. Ну как же не плачь, Люсенька. Вон Даша письмо прислала. Спрашивает, как Бим. А что я напишу про Бима? Вы не волнуйтесь. Мы Ивана Ивановича не будем расстраивать. Фотографии ему пошлем. А Бима я все равно отыщу. Алеша, а иди-ка я ему молочка плесну. Держи-ка. Вот тебе молочко упорное. Пить, мам, пей. Ма, а глаза-то у него как человеческие. Правда, человеческие, добрые. Как грустно. Хотя бы хозяин тоскует. Ясное дело. У такой собаки обязательно должен быть хозяин. Дорогие Степаны и Люся. Дорогой незнакомый мне Толик. Профессор обещал на днях меня выписать. Так что скоро увидимся. И еще раз спасибо за фотографии. Больше не пишите мне. Дорогой. Иди ко мне. Иди сюда. Быстрее, быстрее. А ну, догоняй меня. Догоняй! Догоняй, черноук! А ну-ка, отними варежку! Давай, давай! Стоп! Догоняй, догоняй! Алёша! Иди домой! Отец пришёл, обедать будем! Пошли, черноук, пошли! Весёлый снял! Ясное дело, побоится! Домой, черноук! Это ты, что ли, Клим? Я, я! Ну, заходи, заходи! Вечер добрый! Так, раз к чаю! Раздевайся! Садись с нами! Не хлопачи, Петровна, не хлопачи! Я чая не уважаю! Я на счёт черноуха! Пропадёт собака без охоты! Алёша бегёт! Продай! Я тебе за неё 25 дам! Нет, не продажная! А ты где её взял? Купил! У кого? Ну, вот я тоже сомнения имею! Но чувствую, что собака-то эта важнецкая! Беречь её надо! А я же и хозяин объявится! Отдам! Вот и плакали твои денюжки! А я ему 25 даю! Не продам! Не продам! Во, гляди! Чует охотника! А? А ты загубишь её! Жаль-то какая! Алёшка подрастёт! Вот! Вот они вместе делом и займутся! Что ж ты пацана уважаешь, а меня уважить не хочешь? Не будет дела, Клим! Не будет! Ну и мужик у тебя, Петровна! Без всякого соображения! Сам говорит, беречь надо! Я ведь не для себя стараюсь! А ты! Клим! Клим, погоди! Ну? Ладно, бери на охоту! Просто так! Пусть черновух соблюдает свою породу, как ему по уставу положено! Только обратно в этот же день приводи! Господи! Да что же вы меня не знаете, что ли? Всё будет путём, как надо! А родители-то где? В город уехали! Я его и запил, чтоб не бёг за ними! А я, значит, как договорились! Ну, давай! Ну, черновух! Пошли на охоту! Эх, жаль мне школу! А то б я с вами! В другой раз! Рядом! Рядом! Вперёд! То б вечером черновух дома был! Да ладно! Будет! Будет! До свидания, черновух! Хватит! Хватит! Вперёд! Вперёд! Да иди ты! Что это? Вперёд! 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 Иван Иваныч! Иван Иваныч! Какую книжку-то купили, а? Пособие по охотничьему собаководству. Ну, ты куда же пропал? До Клима ходил. Раздевайся. Алена мне привел Черноуха. Еще с охотник пришел. Придет, придет. Куда он денется? Эх, Алешка, ты посмотри, чего я Черноуха-то купил, а? Ты посмотри, настоящий поводок с ошейником. Вон, как в книжке написано. А вдруг Черноуха пропадет? Не пропадет, он же с Климом. Да я, я ж тебе говорю, я пальцем его не тронул. Как только ремень снял, он как чесанул и почесал, и почесал. За варь бы ты его не почесал. И главное, я от... Он от меня, я за ним. Ухватиться-то не за что. Ошейник-то к ремню пришит. Врешь ты все. Побил его, вот он и убег. Побил, побил. Я его всю ночь искал. Я по роже вижу, как ты его искал. Да продал он его. А, жили продал, так и скажи, ничего я тебе не сделаю, пойду выкуплю. Да кто его купит? Вдался он мне, он же негодный для охоты. Я его и просить больше не буду. Он, небось, вот уж домой прибег, а ты мне здесь душу травишь. Да нет у тебя никакой души. Ни души, ни совести. Ты меня не оскорбляй. Пошел он к черту, алкоголик. Из-за какого-то кобеля страмить человека? Да пропадет он пропадом. Жалко, что совсем не пришит. Бать, кровь! Скорей, скорей, Алешка, скорей! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Папань, и тут все в крови. Видать, здесь Черноух отлеживался. Побил его Клим, кровь побил. Эх, и как только земля таких держит, зверь. Черноух! Черноух! Да не зови ты его зря. В город он подался. Веру в нас потерял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА